Привет всем! Такой макияж я сегодня делаю в этом видео. Этот макияж относится к моему тагу MySigme Shell Look. Скажем так, это мой такой характерный для меня макияж. Если у вас тоже есть какой-то необычный макияж, который характерен для вас, пожалуйста, сделайте на него видео. В общем, в чем заключается этот макияж, почему он характерен для меня. Это макияж на азиатский манер, так скажем. Здесь такая четкая подводка. Еще хорошо бы, если какой-то вечер у вас использовать накладные ресницы. Я в этот раз не использую. Вот этот макияж именно азиатского типа, очень любим азиатскими девушками, потому что он увеличивает глаза. То есть такая четкая подводка делает глаза более открытыми такими, невинными, более наивными, более круглыми. Поэтому он мне нравится. Ну и вообще, в принципе, отражает мою любовь ко всему азиатскому и азиатским стандартам красоты. Вот. Если вам интересно, как я его сделала, пожалуйста, посмотрите. Вот вы можете оценить разницу между двумя глазами. Я надеюсь, что разница говорит сама за себя. И начнем. Первым цветом я буду использовать вот этот вот цвет из палетки от Belle, номер 406. Есть такой желтоватый цвет. Он матовый, но в нем есть... Он сатиновый, в нем есть небольшие частички золотых блесток. Но их особо не видно. Я просто наношу на все веко подвижное и поднимаю выше складки века. Теперь самый темный цвет. Капельку-капельку добавляю во внешний уголок. Совсем чуть-чуть. Растушевываю. Границу тут растушевываю. Теперь из палетки Fleur. Самый такой дешевый палетки. У меня под номером 42. Беру обычный такой, очень фростовый хайлайтер. Такой белый цвет фростового финиша. С помощью маленького спонжа наношу четко во внутренний уголок. И под бровь. Подводку буду делать обычным коричневым карандашом для глаз. Можно черным. Мне кажется, что коричневый понатуральнее выглядит. Как я ее делаю? Подвожу не внутреннее веко, не линию роста здесь, а за ним. Многие визажисты в очень многих макияжах используют эту технику. Делают именно так. И это позволяет увеличить глаза зрительно. Сделать их более выразительными и яркими. Нарисовала. Суточку растушую. Немного растушевываем нижнюю часть. И начинаю рисовать стрелку. Сначала прокрашиваю внешнюю часть линии роста ресниц. Потом уже буду соединять с хвостиком этой стрелки. Таким вот образом у нас получилась наша подводка. На этом можно остановиться. Либо еще здорово тот же цвет можно нанести, растушевать вот эту линию еще наружу, вот цветом, который у нас на веке. Но я в этот момент, в этот раз не буду это делать. Но вообще смотреться будет хорошо. Дальше я буду наносить с помощью чистого спонжа. Возьму обычную пудру для лица, которой я пользуюсь. И нанесу вот не на слизистую, а вот именно между моей линией роста ресниц и вот этим вот карандашиком. И следующим этапом будет нанесение туши и подкрутка ресниц. Классно было бы еще использовать накладные ресницы, но у меня сегодня нет опять же какого-то события, для которого это было бы актуально, поэтому я не буду это делать. Но вообще было бы очень даже классно. Получился бы такой прям true азиатский лук для моделей. Так, тушь нанесла на верхние ресницы, на все ресницы полностью, на нижние ресницы. Только вот в этом внешнем секторе, в той части, где у нас есть карандаш для глаз, нанесла тушь. Подводку по внутреннему веку я не делала, потому что черная или темная какая-то уменьшает глаза. Белая, конечно, увеличивает глаза, но мне кажется, что очень ненатурально выглядит. И макияж же так довольно ненатуральный, поэтому я не стала делать его еще более ненатуральным. Если бы у меня был бежевый карандаш для глаз, я бы, конечно, сделала им подводку, но так как у меня его нет, я считаю, что лучше никакого карандаша на слизистый. Теперь наношу розовые румяна на яблочки щек, обычные, такие матовые или сатиновые. И в качестве хайлайтера можно использовать любые блестящие румяна, каких-нибудь бежевых, золотистых оттенков. Я буду использовать бледно-розовый и наносить прямо вот на верхнюю часть скулы. Ну и блеском здесь и помады много опций. Я буду использовать полупрозрачный, такой чуть розовато-персиковый. На этом все. Наш макияж готов. Спасибо, что смотрели. Пока!